Глубоко уважаемые коллеги, позвольте коснуться проблемы онкофертильности с позиции онколога, с позиции онкогинеколога. Но в рамках моего выступления получится только кратко, мазками, основные моменты, на которые мы стараемся заострять внимание. Проблема онкофертильности и такое большое внимание к ней, особенно в последнее время. Эта проблема включает в себя несколько компонентов, на мой взгляд. Это вопрос онкофертильности до начала лечения онкологического заболевания, на фоне лечения заболевания, к сожалению, если такое случается, если это внезапно выявляется как накодка, далее после лечения и на фоне беременности тоже достаточно драматичная ситуация, с которой онкогинекологи нередко сталкиваются. По технологиям сохранения фертильности можно классифицировать эти технологии на превентивные и консервирующие. К превентивным я бы отнесла использование органистов, гонотропинрелизин гормонов, органосохраняющие операции здесь, это разговор в основном в аспекте онкогинекологии, консервативное лечение также это в аспекте онкогинекологии, и кроме того технологии сохранения фертильности это консервирующие, криоконсервация эмбриона, криоконсервация ацета, криоконсервация ткани яичника. Какие основные приказы, которые регламентируют нашу работу? Вот это вот правовые аспекты, этот приказ от 30 августа 2012 года, 107, и он очень важен для онкологов, которые занимаются проблемой онкофертильности. Как здесь в соответствии с этим приказом можем ли мы что-то разрешать женщине или мужчине? Здесь в соответствии с этим приказом есть перечень противопоказаний к проведению базовой программы вспомогательных репродуктивных технологий. И если до 2012 года, да, здесь также сохраняется в пункте противопоказания злокачественного образования любой локализации, но до 2012 года не было вот этого примечания, которое связывало нам руки. С 2012 года есть вот это примечание, которое позволяет нам прибегать, помогать женщинам использовать в том числе криоконсервирующие технологии при лечении онкологических заболеваний, при заботе о сохранении фертильности. То есть при наличии в анамнезе злокачественных новообразований вопрос о возможности использования ВРТ решается на основании заключения врача-онколога. То есть собирается консилиум, подписывается, информированное согласие, в том числе и пациентке, и разрешаются ей технологии. Поэтому, конечно же, на современном этапе онкологи-гематологи перед началом лечения в первую очередь молодых пациенток должны отправить к гинекологу для решения вопроса о возможности сохранения фертильности. У нас в Институте онкологии схема маршрутизации этих пациенток таким образом состоит. То есть если молодая пациентка попадает к любому специалисту-онкологу, дальше направляет в первую очередь на отделение гинекологии, онкогинекологии. Ваши покорные слуга занимаются этой проблемой, есть приемы в поликлинике. То есть этих пациенток совершенно спокойно направляют на прием, мы консультируем и решаем вопрос, и далее, если необходимо, отправляем к репродуктологу. Ну, в первую очередь то, что я озвучила, использование агонистов гонанатерапин-релизингормона. Здесь их действие основано на возможности ановуляции, снижении кровотока в яичниках, снижении роста фолликулов. То есть это одна из технологий защиты яичников во время химиотерапии. И, в общем-то, работы есть, есть и метаанализ, уже достаточно старый, 2012 года, Дальмастер, но, в общем-то, суммирующие вот эти работы по использованию агонистов, использование агонистов на фоне химиотерапии с целью протекции яичника. В основном вы видите в сторону, да, защиты яичников, за исключением, вот, к сожалению, нескольких работ, которые как раз-таки среди лимфопролиферативных заболеваний. То, в общем-то, как раз на чём мы хотели бы и сыграть, используя агонисты гонанатерапин-релизингормона. В отношении других и больших исследований, последних по использованию агонистов с целью протекции функций яичников, здесь достаточно крупномасштабное исследование было и опубликовано из результата третьей фазы промис среди больных раком молочной железы от первой до третьей стадии, молодые женщины. И здесь были в основном рецепторы позитивные пациентки. В 80% случаев, видите, рецепторы позитивные, то есть принимающиеся максифен, и так вот теоретически здесь в большей степени бы и сработали бы агонисты. И вот две группы выбраны без агонистов, химиотерапия неодевантная, неодевантная параллельно с агонистами. И по итогу, по результатам, по анализе этой работы, можно следующий слайд, получили результаты неплохие по таким критериям, как преждевременная менопауза, да, лучше, более выигрышная ситуация оказалась у пациенток, которые параллельно на фоне химиотерапии принимали агонисты менопаузы, меньше вероятность её было развития в этой группе достоверность, да, но по выходу по числу беременностей здесь вот достоверности в этом исследовании не получилось. А хорошие результаты именно по выходу в беременность и роды получились вот в этом исследовании, третья фаза – ПОЭМС, здесь такое крупномасштабное исследование, насколько это возможно в рамках сохранения фертильности молодых женщин, женщины моложе 50 лет, премиона пауза, первая-третья стадия, рецепторы негативные, и тоже две группы сравнения на химиотерапии и на химиотерапии плюс агонисты гонадотерапинрелизин гормон. И критерии были такие же, как и в предыдущем исследовании. Сначала смотрели по дисфункции яичников, да, действительно, через два года выигрыш получили по восстановлению функций яичников в группе там, где были агонисты, достоверность получили. Но что самое важное в этом исследовании, хорошие результаты получили по исходам в беременность. Вот эти вот две группы, достоверное различие в пользу вот этих вот женщин, которые параллельно получали агонисты гонадотерапин на фоне химиотерапии. 21 против 11, 18 против 9 роды у этих пациенток. Дальше посмотрели, не опасно ли это в плане безрецидивной выживаемости, общей выживаемости для больных раком молочной железы, использования агонистов на фоне химиотерапии. Нет ничего подобного, наоборот, даже тенденция к лучшим показателям безрецидивной выживаемости среди больных раком молочной железы, которые получали агонисты. Ну и никаких различий таких статистических не было по общей выживаемости. Поэтому в 2015 году консенсусным решением Сангаления эксперты большинство проголосовали за использование агонистов гонадотрапинрелизин гормонов на фоне лечения рецептор негативного рака молочной железы с целью протекции функций яичников, с целью сохранения фертильности. Следующий момент возможности сохранения фертильности – это криоконсервация эмбрионов и ацитов тканей яичника. Наиболее испытанные и имеющие лучший процент результатов – это криоконсервация эмбрионов и ацитов. Но здесь тоже есть моменты откладывания лечения возможного. В каких-то ситуациях есть и плюсы, и минусы. Хорошие результаты в репродукции, малоинвазивный метод. Единственный вопрос – откладывание химиотерапии, высокий уровень эмбрионов, но было продемонстрировано даже среди больных раком молочной железы, которым проводилась гиперстимуляция яичников до начала лечения по поводу рецептора позитивного рака молочной железы с целью заготовки криоконсервации ацитов, что это не ухудшало показатели общей безрецидивной выживаемости. Поэтому криоконсервация ацитов и эмбрионов допустима даже при рецепторопозитивном раке молочной железы. Более таким экспериментальным методом относится криоконсервация ткани яичника. Но есть такие ситуации, когда у нас нет вообще времени ожидания до начала специальной терапии, тогда приходится использовать вот эти методики. И следующий докладчик как раз-таки продемонстрирует хороший опыт использования криоконсервации ткани яичника в Санкт-Петербурге, когда была получена беременность как результат вот этой технологии. А мне хотелось бы остановиться, поскольку время есть у меня еще, на клиническом примере, вот этом вот, в частности, и часть его была в Институте онкологии Петрова. Это девочка, 9 лет, в 1993 году в областной больнице. Ей сделана операция лапаротомия, левосторонняя авария, эктомия, гистологически-излокачественного бухолевичника. Девочка отправлена для консультации в Институт онкологии Петрова. Стекла пересмотрены, окончательно гистологическое заключение генандр областома яичника. Это 90-е годы, проведено 4 цикла полихимиотерапии по схеме ВАК. И дальше девочка наблюдается до 2002 года. Дальше 2002 год, ей 18 лет, в Сахалинском областном онкологическом диспансере делают ей контроль УЗИ малого таза, определяют опухоль в оставшемся яичнике 2,5 см. Показатели маркера альфа-фета протеина, Сей-125, не повышены. И диагноз звучит генандр областома левого яичника, состояние после комбинированного лечения, после органосохраняющего лечения в 90-х годах, под вопросом рецидив опухоли термоидной кисты правого яичника, направленного в Институт онкологии Петрова. Здесь у нас выполняется ей лапаротомия, резекция единственного сохраненного правого яичника, аментэктомия, поскольку тогда не было выполнено стадирование, и гистологически дермоидная киста правого яичника, то есть доброкачественная опухоль, но тоже подлежащая хирургическому лечению. Далее, в 2011 году, уже 27 лет, ей опять делают УЗИ малого таза, опять определяется опухоль 3 см, опять рецидив опухоли. И дальше диагноз звучит, по дополнительным исследованиям данных, подозрений в сторону злокачественного процесса нет, но диагноз звучит генандропластома левого яичника, состояние после органосохраняющего лечения в 93-м году, дермоидная киста правого яичника, состояние после резекции правого яичника, вот этого единственного сохраненного, и рецидив дермоидной кисты правого яичника. Мы понимаем, что дермоидная киста яичника подлежит хирургическому лечению, но уже третье будет вхождение в живот, и от этого яичника мало вероятность, что останется здоровая ткань. Поэтому сразу же обсуждаем с репатуродуктологами возможность сохранения ацитов у этой пациентки. И делается евориальная стимуляция по длинному протоколу, производится забор ацита, пункция фолликулов, витрификация, хранение в криобанке, то есть получено 15 ацитов получено и отправлено на хранение. И уже после этого делается лапаротомия, резекция правого яичника, насколько это возможно, все равно ткань сохраняется, производится резекция, и гистологическое исследование, дермоидная киста правого яичника. Эта пациентка, сейчас ей уже больше, она наблюдается, вышла замуж, сейчас планирует беременность, и вот такое вот течение благоприятное после органосохраняющего лечения совместно с репродуктологами, с сохранениями вариального резерва. Таким образом, сохранение фертильности онкологическим пациенткам возможно. У нас есть приказ, который регламентирует возможность использования этих технологий. И, конечно же, молодым пациенткам всегда мы идем навстречу, обсуждаем, конечно, не во всех ситуациях, то есть до абсурда, конечно, не должно доходить, но максимально стараемся сохранить фертильность. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.